Привет! Сегодня у нас второй урок и мы продолжаем учиться рисовать акварельные скетчи. Как рисование может сделать твою жизнь ярче? Зачастую наша жизнь становится серой, скучной и однообразной. Работа-дом, работа-дом. Из развлечений только еда, сериалы и социальные сети. В общем, грусть, печаль, тоска. Я считаю, что одно из лучших решений этой проблемы это скетчинг. Скетчинг это увлекательный творческий процесс, который дарит тебе много позитивных эмоций. Скетчинг безграничен. Ты можешь придумывать нереальное количество идей для своих зарисовок и бесконечно развивать свой навык. Когда ты будешь рисовать регулярно, ты наконец начнешь замечать всю красоту окружающего мира. А самое главное, что скетчинг это очень просто и доступно. Ты можешь рисовать где и когда угодно. Все, что тебе для этого нужно, это скетчбук, линер и краски. Многие мои ученики говорят, что если сегодня не порисовали, то кажется, что день прошел зря. Так давай же этот день проведем с пользой. Сегодня мы с тобой будем учиться рисовать максимально оранжевое животное. Это белочка. Будем учиться правильно строить анатомические формы, будем учиться передавать шерсть. Правильно вообще и красиво рисовать животное. Нам с тобой сегодня понадобится, как обычно, А5 формат, акварельный лист с шершавой стороной наверх, карандашик твердо-мягкий, TM, HB, черный линер, у меня это Fiber Castle 03, это может быть и другой линер, который не течет, Touch или Micron или черная гелевая ручка. Главное проверить, чтобы не растекалась под акварелью. Также кисточка нам понадобится, у меня это колонок четверка, белая вот такая гелевая ручка или белый линер, любой материал, который нам позволит делать белые блики. И ластик у меня это Fiber Castle клячка, такая мягкая пластилиновая. Красочки у меня Sonnet 12 цветов, палитра, водичка и салфетки. Начнем мы с тобой с построения, и вообще в любом нашем деле это будет построение и компоновка всегда самое начало. Давай посмотрим. Наша белочка сидит себе в центре листа, что-то там видимо в своих лапках держит и жует. Мы с тобой точно так же и сделаем, посадим ее в центр, может чуть-чуть сместим влево, если останется много свободного места сбоку, можем даже какую-то надпись интересную добавить. Ну посмотрим, как пойдет. Для начала давай компоновать в листе бумаги. Как обычно находим серединку, половинку. Поставила засечку, зажала карандашик, проверяю. Не попало чуть-чуть. Вот здесь засечку ставлю, зажимаю, проверяю. Вот теперь попало. Этот же отрезочек повторю и внизу. Вот так, вот так. Вот он мой. И провожу эту линию. Карандашик помощнее возьму, чтобы было видно. Ой, этот. Не мощнее наоборот. Плохо видно, все равно как будто бы процарапало. Вот. Наверное, не видно. Ну, в общем, здесь у нас серединка листа. Раз. Так. Ищем теперь серединку по горизонтали. Визуально где-то вот тут. Ставлю засечку. Раз. Проверяю. Не попало. Чуть-чуть пониже. Раз. Два. Вот теперь попало. Повторяю эти же манипуляции с другого бока. Вот тут. И делим напополам. Вот так. Теперь мы видим, где у нас крестовинка. И, собственно, можем разобраться, как нам переносить нашу белочку к нам на лист. Так. Здесь тоже сделаем себе крестовиночку на нашем листе бумаги. Ставлю засечку. Раз. Проверяю. Зажала. Подставила. Чуть-чуть не попало. Вот сюда поставила. Зажала. Раз. Два. Вот что-то такое у нас тут получается. И по горизонтали делаем то же самое. Так. Смотрю. Вот здесь засечку поставим. Так. Зажала. Переношу. Не попало. Чуть-чуть пониже делаю. Зажала. Переношу. Вот теперь попало. Эту же линию переношу и вот в эту часть листа. Напоминаю, что эти линии должны быть еле заметны, не сильно бросаться в глаза, потому что это линии построения, нам от них потом придется избавляться. Окей. Сделали компоновку. Теперь будем компоновать непосредственно саму белочку. Обращаю внимание, что она не уходит прямо в край листа, то есть где-то здесь у нее уже закончится ее тельце и начнется какая-то интересная листва. И хвост у нее тоже не должен прикасаться прямо к краю, то есть где-то вот здесь он уже должен теоретически заканчиваться. Само тельце у нас, если присмотреться, не намного выше центральной вот этой линии поднимается, где-то вот здесь. И по своей форме, если присмотреться, похоже на кругленький такой вот эллипс. Вот я сейчас такой вот эллипс и создаю здесь. Даже так как бы без какого-либо наклона, просто вот такой вот легкий эллипс. Дно, низ можно сильно не закруглять, потому что он тут прячется в листочке, травку какую-то осеннюю. Поэтому вот приблизительно наше тельце. Теперь внутри этого тельца у нас сразу можно наметить таким же полукругом вторым эллипсом ножку, лапку заднюю как бы, да. И вот сейчас смотрю, относительно нашего тельца, сколько эта лапка занимает. Вот от самого низа до вот этой тенюшки лапки, от тенюшки лапки до спинки. Видим, лапа, вот эта часть больше, чем остаток спинки. То есть, если где-то визуально вот здесь у нас центр, проверяю, да, это где-то центр, то лапка будет чуточку повыше. У нас вот этот кусочек должен быть побольше, а этот поменьше. И здесь, повторяю, он прямо вот тут и идет. Вот у нас тут раз. Здесь не сильно заходит за вот эту центральную линию. Вот у меня центральная линия, лапка здесь не сильно торчит. Она задняя, поэтому она больше задней части тельца. Отлично. Теперь очень удобный такой лайфхак. Если посмотреть на размер лапки, вот я смотрю, да, от самого низа до того верха, который мы нашли, и приложить к мордочке, к самому кончику носа, то получится как раз-таки размер головы нашей белочки. То есть, по сути, мы уже знаем, какой у нас размер головы белочки. Главное, ее в нужном месте расположить. Смотрим, где мы ее располагаем. Вот наша центральная вот эта линия. Она будет проходить уже по мордочке. То есть, мордочка у нас должна где-то вот тут уже быть. И, соответственно, где-то вот тут уже будет выходить. То есть, мы сейчас вот это подложим вот сюда. То есть, наша вот эта центральная линия, не то чтобы делить нашу мордочку пополам, нет, но внизу точно есть носик, уже мордочка с носиком. То есть, где-то здесь у нас уже должна идти мордочка. Соответственно, можно взять вот этот вот отрезочек, сюда его подложить приблизительно как-то вот так, вот так. И увидеть, что где-то вот досюда у нас будет доходить голова. Ну, вот я примерно так и наметила. Так, и тут тоже пока делаем достаточно простой такой эллипс. Мы потом выпилим немножечко эту мордочку, а пока делаем такой более простой такой вот эллипс. Раз, два, все, они тут соединились как-то между собой. И будет у нас тут шерстинка. Хорошо, едем дальше. Дальше у нас лапка, да, которой наша белочка, скорее всего, держит какой-нибудь орешек. Мне почему-то сразу напомнило мультик «Ледниковый период». Я не люблю мультики, но вот «Ледниковый период» я смотрела и вспомнила, не помню, кто там был. Тоже, наверное, белка, да? Это же была белка. Вот мне сразу почему-то вспомнилась белка с тем желудем. Так, смотрим на лапку. Откуда выходит у нас лапка? Плечевой сустав, да, он примыкает прямо вот здесь к голове, то есть где-то вот отсюда и будет выходить. Здесь у нас локоточек, чуть дальше нашей задней ноги, между ногой и рукой есть небольшой промежуток. То есть вот здесь у нас обязательно должен появиться промежуточек, не впритык. Локоточек, вот он, где-то тут чуточку ниже, ну, не на середине, конечно, но чуть, ну, так нормально ниже нашей верхней границы бедра. То есть где-то вот здесь у нас будет локоточек. Вот я сейчас намечаю, вот сюда идет линия раз, а потом ближе к мордочке, да, таким полукругом, вот сюда приходит два. Сам суставчик нашей между плечом, грубо говоря, и кистью, между локтем и кистью, у нас находится вот где-то на этой части мордочки. Вот, вот я приподнимаю, визуально привязываюсь, да, а сама кисть будет вот в край носика, то есть где-то вот здесь. Вот у меня локоточек, а здесь уже пойдет кисть. Хоп! Сверху здесь у нас широкая часть, сюда будет более узенько так приходить, и здесь вот эта кисть, вот так вот округленько я ее обрисовываю. Важный момент, с той стороны тоже немножечко нам видна часть руки, второй лапки, и здесь будет немножечко еще видны пальчики второй лапки. Так, на пузике тоже есть важный момент, это вот у нас лапка задняя, задняя, здесь у нас пойдет пузико светленькое, а тут еще, вот я его специально так подворачиваю, здесь поуже, здесь пошире, вот здесь у нас хоп, а задняя лапка вот у нас еще пойдет вот здесь таким полукругом. Вот у нас уже получилось и лапа, и пузико, и лапка, и лапка, и даже голова. Так, теперь будем смотреть более внимательно на форму тела, и еще на хвост. Так, здесь у нас будет более плавный такой переход, и не будет такого сильного горбика, он такой будет более покатый, более кругленький такой, вот такой, да? И тут так еще более плавненько будет перепадик переходить. Здесь у нас вообще не видно никакой ни шеи, ничего, вот у нас сразу лапки растут. И смотрим сейчас на хвост. Хвост у нас красивый, пышный и с изгибом, это очень важно. То есть здесь он у нас пойдет по форме тела, то есть он прям выходит вот так, сюда прям прижимается. Опа! А тут начинает изгибаться, и заходит вот сюда. Такой, опа! Важно, что мы шерстью будем здесь рисовать, чтобы у нас хвост не сильно упирался в край листа. Поэтому можно этот загибончик сделать чуточку пониже. Где-то вот тут. Вот так. Но хвост должен получиться пышный и красивый. Сразу могу себе немножечко наметить, что хвост у нас будет мохнато смотреться вот здесь. То есть он от тела будет идти более таким темным, плотным цветом. И вот здесь он будет смотреться мохнато. Тык-дык-дык-дык-дык. И вот сюда, к этому изгибчику, мы подходим более такой как бы прямыми линиями. Над спинкой вот с этой стороны он будет смотреться мохнато. То есть вот здесь, здесь, здесь он тоже будет смотреться мохнатенько. Здесь будет более такая прямая линия. Вот так. Так у нас все мохнатости помещаются. Ничто не утыкается в край листа. И при этом смотрится очень даже и с изгибом и красиво. Отлично. И еще мордочкой займемся. Нам нужно здесь создать ушки и глазик. Ну и носик. Так, по мордочке. На что стоит обратить внимание? Давай найдем глазик. Так, если я сейчас, вот наша мордочка, вот и вот, да, размер нашей мордочки, ровно по центру поделю нашу мордочку, я найду внешний уголок глаза. То есть вот у меня мордочка есть, я ее сейчас поделю. Так, чуть-чуть только вытяну больше носик там вот сюда. Вот так. Чуточку поделю, чуточку говорю, что я уже совсем заговорюсь. То есть поделю мордочку пополам, вот так приблизительно, да, то есть вот этот отрезочек примерно равен вот этому отрезочку. И здесь у нас будет глазик. Вот у нас идет центральная линия, тоже от нее можно плясать. Вот у нас идет центральная линия, выше нашей центральной линии идет глазик. То есть как бы вот центральная линия и выше нее идет глазик. Глазик, он такой под наклоном, то есть мы рисуем его сейчас не просто вот так, А помним, у нас мордочка немножечко под наклоном вниз, соответственно и глаз у нас тоже будет под наклончиком вниз. То есть я его сейчас так, раз, как орешек, такой как миндалинка, два, и вот у нас получается раскрытый красивый беличий глазик. Так, чуть нежнее, пока только в одни линии такие, хоп-хоп. Отлично. По ушкам. Где у нас будут ушки? В принципе, на макушке, без каких-либо тут выдумок. Если хочется к чему-то привязаться, то вот у нас ушко, если опустить низ, как раз в локоточек приходит. Где-то вот так у нас будет одно ушко. Смотрю внимательно на форму. Тут вот более такая прямая вверх, потом вниз с таким вот изгибчиком-хрящиком идет. И к голове приходит. Главное не сделать это ухо очень большим сейчас, да, то есть там сильно огромным его делать не надо. Ну и вот сюда приходит. Здесь прорисовываю вторую толщиночку, потому что вот от узкого расширяю к голове, потому что здесь у нас, ну, именно мохнатое ушко такое будет. И очень важный момент, это ушко у нас заходит внутрь как бы головы. Здесь у нас проходит сама голова, значит ушко у нас начинается чуточку пониже. Вот так. Отлично. Второе ушко у нас прячется там сзади за голову. То есть где-то вот так оно там будет идти. Вот таких два ушка. Можно чуть пошире их сделать. И вполне себе получились красивые беличьи ушки. Так, глазик у нас есть. Я его может чуть-чуть, чуть-чуть подвину вот сюда, капельку совсем. Чтобы он не так близко к краю мордочки был. И сейчас саму мордочку более правильной формы сделаем. Здесь она такая более покатая, более кругленькая такая. Тут будет немножко торчать кончик носика такой смешной бубочкой. Здесь у нас пойдет как бы ротико-щечки. Ну а тут у нас уже пойдет тельце. То есть у нас как бы тут нету такой прям щеки какой-то или чего-то такого. Шеи тем более. Ну вот так оно будет смотреться более правильно и более беличье. Да, не просто овальное. А вот тут более круглопоката, потом небольшой носичек тут торчит. И пошла вся остальная мордочка. Так, в лапки я ей посажу какой-нибудь смешной, там не знаю, может быть желудь, может орешек. Шляпки, хоп. Тут у нас такой идет желудь. Вот в шляпке. Желудь в шляпке просто и снизу торчит, и сверху небольшая такая шляпочка. Все, здорово. На что еще стоит обратить внимание, что на переднем плане стоит прорисовать какие-то тут веточки. Листочки, только на переднем плане. На заднем плане я это все прорисовывать не буду. У нас там будет просто легкий цветной фон. Но на переднем можно немножечко прорисовать какую-то фактуру, чтобы было понятно, что она у нас сидит в листиках каких-то. Да, там какой-то может даже один листик прорисовать. Не сильно детально, но какие-то такие элементы переднего плана должны присутствовать. Чтобы она у нас сидела в листиках. Все отлично. Сейчас я чуть-чуть уберу линии построения, приглушу. И на самом деле в карандаше даже не буду создавать шерстинки, потому что это не оправдано. Мы все равно не попадем линером точь-точь в те шерстинки, которые сейчас наметим. Просто смотрю, где сделать более такие покатые переходы. То есть голову с шеей соединить. Здесь все мне нравится. Здесь важно, чтобы хвост вот так перешел. Лапка у нас здесь идет более такая мохнатенькая. И в общем-то все остальное меня устраивает. Так, тут пузико. Тут небольшая тоже лапка. Вот вполне себе хорошая получилась у нас белочка. Теперь линером я буду обводить, сразу создавая все нужные нам мохнатости и шерстинки. Все, беру линер и начинаю обводить. Какие есть секреты, когда мы рисуем шерсть? Мы стараемся сделать максимально неровный контур. Вот если в прошлый раз я объясняла, что не надо делать вот так, когда мы рисуем какую-то окружность, то сейчас как раз таки надо делать вот так, чтобы у нас получилась более мохнатая окружность. Если сначала обвести белку ровным контуром, а потом к ней добавлять вот такие мохнатые шерстинки, это будет смотреться некрасиво. Поэтому мы сразу расслабляемся и думаем о том, куда растет ее ворс. Он растет очень удобно, сверху вниз. Поэтому все вот эти наши штришки, такие небольшие, мы делаем сверху вниз. Где-то более активно штрихуем, где-то менее. Но в общем и целом создаем нашей белочке сразу нужные вот такие мохнатые пузико, лапку. Там вот следующая лапка пошла, вот так. Здесь у нас, да, тоже на лапке у нас идет сначала вот так шерстинка идет, потом здесь более плавно пойдет. Здесь у нас такими интересными вот такими мохнатостями растет шерсть, да, она как бы закругляется прямо на эту лапку. Так, и здесь более такими меленькими. Оп, сюда пришли. Вот она у нас сразу начинает быть такая более волосатенькая. Не просто ровным контуром, да, нарисованная, а более волосатенькая. Где-то можно этих шерстинчик добавить побольше будет, да, там голова, лапка, вот таких перепадах. Ну, в общем и целом стараемся создать такой эффект. На мордочке очень меленько, здесь крупно не делаем. У нее здесь более короткая шерсть, более гладкая, да, мордочка, чем само тельце. Поэтому здесь сильно не мохнатим, ну, чтобы не переборщить. Так, там у нас еще одна лапка идет. Здесь у нас красивый желудь. В беретике. Так, в лапке здесь будут пальчики. Поэтому буквально парочку линий. Так, раз, два. И вот у нас уже получились пальчики, которые держат вот этот орешек. Изначально лапка как выглядела? Это была просто такая, как варежка. Вот такая, да, вот такая варежка. Потом я ее более так проработала. И прорисовала здесь пальчик раз, пальчик два. А получилось, что что-то держит уже орешек. Такая лапка. Так как мы нарисовали орешек, то второй лапки сильно не видно. Ну, у вторых пальчиков. Так, здесь можно какую-то такую делать. Фактуру. Вот так. Отлично. Едем дальше. Ушки. Ушки тоже слегка неровной линии. Более такой мохнатенькой делаем, чтобы опять-таки они у нас были не идеально. Какие-то, да, одной линии. Так, здесь у нас будет в ушке потемнее. Второе ушко, оно чуть пониже. Так. И аккуратненько сейчас обведем глазик. Я обвожу раз в верхнюю линию. Здесь так более сильно вытянут мысик впереди глазика. Здесь более такая кругло, а здесь более вытянутый мысичек такой. Небольшой, да. Не просто кругляшок, а вот такая капелька как будто бы. Прорисовываем века и сверху тоже такой округлость, такую небольшую создаем, как будто бы века. Мой совет, глазик закрасить сразу линиером. Я вот оставляю, где у нас тут идут блики. Так. И закрашиваю то, что должно быть черным, сразу линиером. Красками сюда будет подлезть и кисточкой. Очень трудно. Должна быть очень маленькая кисточка. А линером это сделать намного проще. Так. Но очень важно не забыть оставить блики. Иначе глазик получится не живой. Всегда в глазках должны быть блики. Вот такой какой-то, да, бличок у нас получился. Так. Вверху чуть поактивнее. Вот. Отлично. Вот такой мне глазик нравится. Очень даже хорошенький. Так. Ну и что, собственно, самый такой интересный, важный момент в белке, это хвост. Здесь уже вот эту центральную линию мы, конечно, прорисовывать не будем. Мы сразу начнем рисовать мохнатость хвоста. В мохнатости хвоста самое важное, это в правильном направлении делать штрихи. В этой части хвостика штрихи мы подводим как бы под хвост, под наше тельце. И вот такими какими-то, где-то отдельные штрихи, где-то эти штрихи могут создавать вот такую кардиограмму. Тоже будет очень нормально, хорошо смотреться и создавать нужный нам эффект. Так, вот здесь все практически дошли. Чуть-чуть начинаю менять изгиб, потому что здесь уже изгиб хвоста начинается в другую сторону и перехожу в другую как бы плоскость. Теперь с этой стороны та же самая история. Мы подворачиваем туда, как будто бы из этой прощелки выходит вся шерстинка. То есть подобрать слова, чтобы более досконально объяснить, что я имею в виду. Так, здесь где-то, да, более так мохнатенько. Сильно не черним, потому что хвостик-то у нас, собственно, будет светлый. Но немножечко этой шерсти прорисовываем и в линиере тоже. Нам так будет намного проще потом. Мой совет стараться рисовать штрихи из, как бы, изнутри хвоста наружу. Тогда шерстинки будут получаться более остренькие, более, ну, заканчиваться будут более так легко и игриво. Если вести в обратную сторону, то штришки будут получаться более таки тупырно, как бы резко обрезано будут смотреться. И это будет не так мохнатенько. Так, так, ну и здесь еще парочку. Так, мы еще потом и в красках также будем делать, так что хвост потом еще запышним, если нам понадобится. Ну, вот такой вот пышненький хвост получился у моей белочки. Сейчас можем по самой белке немножечко добавить фактуру шерсти, да, где нам хочется особенно этого сделать. Вот возле лапки мне хочется, по самой лапке. Тут прям видна эта вся шерстинка. Я не очень много этого всего прорисовываю, но при этом создаю все-таки ей фактуру, что она у меня такая волосатая. Так, тут где-то по мордочке не сильно, но, опять-таки, вот за ушком может быть и побольше шерсти, правильно? Потому что она плавно переходит в спинку и может быть более волосатая. Так, по хвосту, в принципе, не сильно буду шерстить. Так. Сюда немножко, сюда, здесь чуть-чуть. Так, ну и по мордочке совсем капельку, да, тут более коротенькими такими штришками я это делаю. Над глазиком чуть-чуть, под глазиком чуть-чуть стараюсь так создать эту шерстиночку, но здесь уже без перебора. Здесь можно пару вот этих точечек смешных сделать. Не знаю, есть ли прям усики у белок. Вот, чего не знаю, того не знаю. Ну, наверное, аж есть. Тоже, если прям уверена, что они есть, то можно их прорисовать. Ну вот, в целом с белочкой закончили. Как я говорила, прорисовываем какой-то невнятный передний план. Какие-то тут листочки, загогульки. Мой совет прям попробовать прорисовать что-то там, не отрывая руки. Какие-то загогулинки такие. Могут получиться очень интересные тоже эффекты. Без сильной доскональной прорисовки. А эффект может получиться очень интересный. Тут какую-то там веточку, да. Это листочки. Так. Вот сюда какая-то такая штука. Ну, то есть какой-то передний план мы прорисовали. Вот так. Отлично. Она у нас сидит в какой-то тут зеленявочке, в листиках опавших. И у нее тут интересное занятие. Она грызет орех. Вот так. Здорово. Все. В линиере на данном этапе мы закончили. Беру ластик и убираю все излишки карандашного грифеля и построения. Мы начинаем раскрашивать нашу белочку. Ко мне часто обращаются. Аня, я очень хочу научиться рисовать. Но у меня сложная работа, большая семья. И совершенно нет времени для того, чтобы заняться рисованием. На что я всегда отвечаю. Что для рисования скетчей нужно совсем немного времени. Главное, твое желание. А время всегда найдется. У меня есть ученицы, у которых и работа, и семья. У некоторых трое детей. Но рисование доставляет им такое удовольствие, что они готовы рисовать даже по ночам. Лови несколько полезных советов, которые точно тебе помогут найти время на рисование. Совет первый. Определись, зачем тебе учиться рисовать. Возможно, ты хочешь так отдыхать и расслабляться. А может быть, ты хочешь делать подарки своими руками для родных и близких. Или хочешь начать зарабатывать творчеством. Когда ты поймешь ценность этого навыка, ты с легкостью найдешь время на рисование. Совет второй. Распланируй время, когда ты будешь рисовать. Если у тебя нет четкого плана, поверь, найдется тысяча причин, которые отвлекут тебя от рисования. А если рисование у тебя запланировано, то ничто не собьет тебя с творческого пути. Совет третий. Ставь перед собой реальные цели. Если запланировать рисовать каждый день по два часа, то можно очень быстро перегореть и сойти с дистанции. Поверь, лучше рисовать несколько раз в неделю хотя бы по полчаса. Так ты быстрее войдешь в ритм и начнешь рисовать больше и чаще. Совет четвертый. Меньше залипай в компьютеры, телевизоры и телефоны. Чаще всего это не приносит никакой пользы. А рисование принесет тебе много ярких впечатлений и хорошее настроение. Итак, раскрашивать мы начнем с фона. Почему? Потому что когда мы будем прорисовывать шерстинку, важно, чтобы наша шерсть накладывалась уже на наш фон, а не наоборот. Иначе у нас просто не получится создать эффект мохнатой белочки. Для того, чтобы создать фон, я буду использовать цвет охра, такой теплый, и зелененький, темно-зеленый цвет. Получается такой что-то оттенок хаки. И это как раз нужный мне цвет для того, чтобы, во-первых, создавался контраст по сравнению с нашей белочкой, а во-вторых, создавался эффект осени. И я прям беру эту охру вот с таким зеленоватым хаки, заполняю пространство, вот перед белочкой, водянисто не докрашиваю, там от края до края, просто делаю какие-то интересные тут такие заливочки. Где-то можно чуть побольше даже зеленцы брать, добавлять. Еще как бы осень, но еще не до конца. Очень даже, вот как у нас сейчас, прям солнце светит. Хотя казалось бы. Так. И сверху фон, я тоже буду делать такой достаточно хаки охристый, чтобы вокруг нее тоже была какая-то история. Беру охру, беру немножечко зеленцы, то есть без переборчика, больше охры все-таки. И вот таким полупрозрачным цветом заполняю пространство вокруг белочки. Полупрозрачным, то есть возле шерстинок стараюсь сделать максимально прозрачным, чтобы когда у нас шерстиночки начнут, мы начнем прорисовывать шерстинки, у нас была возможность прорисовать поверх и сделать яркие красивые оттенки. Так, вот здесь тоже. И сразу водичкой, вот я смыла кисточку и сразу всей водичкой, которая у меня есть на кисти, размываю. И у меня получится такой легкий ореол какого-то приятного такого осенне-зелено-охристого цвета. Можно где-то чуть побольше охры добавить, где-то более такой зеленцой цвет, вот здесь внизу, например, ближе к земле, к зелени. Ну, в общем и целом, это такая полупрозрачная, будет разноцветная пятнистость. Просто, чтобы вокруг нашей белки был какой-то оттенок. Так, теперь захожу на эту часть, на эту сторону. Охра. И поехали. Возле шерсти. Так, размываем. И смотрю, чтобы вот тут вот в шерстинках наших не было жесткой границы вот этого охриста зеленого цвета. Просто, чтобы не было жесткой границы. Чтобы мы потом эту шерстинку красиво прорисовали. Ушки аккуратненько обхожу. Здесь уже стараюсь сильно на мордочку не заходить. То есть, если на хвостик можно было, там не страшно. То здесь уже стараюсь этого не делать. И вот таким бесформенным пятном развожу этот цвет. Где-то, напоминаю, можно брать больше охры добавлять. Так, где-то больше зелени. Так. Оп. И здесь тоже так аккуратненько. На мордочку стараюсь сильно не заходить. Хорошо. Смываем кисточку. Размываем водичку. Без жестких краев. И тут тоже, да, опять-таки вернусь. Немножечко размою. Еще у меня размывается. Отлично. Чтобы не было жестких границ этого пятнышка. Такое. Легкая какая-то история. Так, не забываем про салфетки. Они нам тут нужны. Вот я смотрю, у меня на хвостик нашла такая жесткая линия. Я ее размываю. Так. Где-то, да, хочется побольше тоже тут охры. Где-то даже зеленцой внизу. Здесь размываем. Ну, а так вполне себе приятный такой легкий вход у нас получился. Мне нравится. На переднем плане можно более, более так детально. Много зеленого. Сейчас помоем охру. Оп. Так. Чуть больше охры беру. Не такой зеленый цвет был. Ну, и где-то здесь еще можно добавить, чтобы цвета были более темные, насыщенные. И не просто тут такая закрасочка была, а вот с какой-то даже зеленцой. Прямо вот добавляю, краски растекаются и красиво. Чтобы было понятно, что это какая-то тут зелень. Не до законченая. Еще не до конца вся пожухшая. Можно и охру взять ярким цветом, тоже добавить. Будет более насыщенный передний план. Вот так. Смываю кисточку и немножечко размываю водичкой. Теперь ждем, пока наш фон подсохнет. Можно взять фен, посушить феном. И только после этого начнем прорисовывать нашу белочку. Иначе вся шерсть, которую мы прорисуем, утечет в фон и, собственно, потеряется наша белка. Ждем. Итак, фон подсох. Теперь можно смело рисовать шерстинки, не опасаясь, что что-то куда-то утечет. Итак, для того, чтобы сделать нашу белочку максимально яркой и красивой, мы будем использовать желтый теплый. Прям тепленький желтый цвет. Так, кусочек салфеточки попал. Так, желтый теплый. И красненький будем создавать оранжевые оттенки. Будем работать постепенно, не будем брать сразу ярко-вырвиглазный. Сначала начнем вот с такого легкого мандариново-абхазского цвета. И пройдемся по нашей белочке. В целом у нее прям ярко-белых дырочек нигде не будет. Ну, бликов я имею ввиду. Поэтому можно смело заполнять белочку цветом. Где-то просто более прозрачный он у нас будет, а где-то понасыщеннее. Но в то же время я сразу стараюсь создавать этот цвет такими полосочками. Полосочками, вот так шик-шик-шик-шик-шик делать кисточкой. Вот такими полосочками. Чтобы создавался эффект, ну как бы шерстинки уже сразу, да. Не просто наглухо закрасить, а создавать вот такие легкие шерстиночки. Смотрим, где у нас она будет максимально светлая. Вот, например, на ноге у нее вот здесь будет светлая шерсть. А вот здесь в складочке будет шерсть потемнее. Так. Где еще вот она светленькая? Вот как бы в промежутке между головой и лапкой. На лапке у нее тоже. То есть я сразу стараюсь свою руку приучить к тому, что мы сейчас будем рисовать шерстинки такими полосочками. И если на таком ярко-оранжевом светлом цвете у нас все плюс-минус сливается и в одно пятнышко, и это не так заметно, что мы так штрихуем, то мы делаем себе хорошее подспорье на потом, когда начнем эти шерстинки прорисовывать уже более такими темными оттенками. Так, по мордочке буду проходиться более светленьким таким оттенком. Так. По лапке тоже продолжаю шерстить. Мелкими такими полосочками сверху вниз, создавая тем самым мохнатые шерстинки. По пузику особо сейчас не трогаю, хотя оно там чисто белым, конечно, у нас не будет. Так, продолжаю работать по мордочке. Светленько она у нас здесь идет. Так. Так. Стараемся создавать эффекты мохнатости. Вот здесь вот у меня застыла краска, и теперь уже смотрится не мохнато, а жесткий контур. Стараюсь этот момент исправить. Так, по ушкам тоже. Ушки, в принципе, у нас здесь тоже достаточно оранжевые снаружи и изнутри, поэтому нету тут такой задачи как-то другими оттенками работать. Ну, вот вполне себе уже оранжевая белочка. Более водянистым цветом, более прозрачным оттенком пройдусь по пузику, чтобы здесь тоже была шерстинка, но не белая, не идеально белая, а слегка с такой легким-легким оранжевым оттенком. То же самое здесь по пальчикам, полупрозрачным цветом можно пройтись, а сама лапка будет более оранжевая. Отлично. Теперь делаем цвет более насыщенно оранжевый, то есть я беру много желтого и уже больше добавляю красного, чтобы прям яркий-яркий у нас получился оранжевый оттенок. Вот такой классный цвет. Можно даже еще краснее. И вот теперь, опять-таки, снимаю все излишки краски, у меня кисточка максимально тоненькая, и начинаю, точнее, продолжаю прорисовывать шерстинки уже по тем местам, где она должна быть более ярко-рыжая. Вот по спинке вот здесь мы проходимся более активно. Так. По лапке вот с этой стороны особенно мы делаем более яркую оранжевую шерсть. И здесь я уже не наглухо закрашиваю, а оставляю небольшие такие прорези, в которых будет видна и светло-желтенькая вот эта шерстинка, и даже местами где-то, если будет видна беленькая, то тоже хорошо. Тем самым мы создаем эффекты блеска шерсти. То есть она у нас не просто закрашена наглухо белкой ярко-оранжевым цветом, а у нас эта шерстиночка блестит красиво, переливается, и получаются нужные нам эффекты. Так, заполнила. Вот здесь тоже у нас будет, естественно, по-оранжевее шерстинка. Так. Можно тут даже шерстью в обратную сторону прорисовать на светленькую, на светленькое пузико, сделать вот таких парочку иголочек, тем самым мы как будто бы сделаем пузо мохнатие. Вот такой интересный прием. Мы вроде рисуем в обратную сторону, но тем самым мы создаем именно мохнатость на пузике. И это у нас такое более мохнатенькое получается. Так, по лапке я пройдусь вот здесь, внизу к локоточку ближе. Тоже, да, смело захожу на пузико, чтобы у меня лапка была более такая волосато-мохнатая. В промежутке между рукой и ногой, назовем их так, тут тоже должна быть шерсть более такая яркая. Так. По руке проходимся, продолжаем делать все эти шерстинки. Смыла сейчас кисточку и более таким водянистыми иголочками пройдусь, чтобы плавненько перешел у меня один цвет в другой, чтобы не было таких жестких тоже границ. Ну, а тут по лапке продолжаю идти. У меня низ лапки такой более ярко-оранжевый, поэтому я заполняю смело этими шерстиночками лапку. И сама лапка у нас тут тоже такая достаточно ярко-оранжевенькая. Тут тоже. Так. И здесь более такие тоненькие. Даже четверкой кисточкой можно сделать маленькие тоненькие полосочки. То есть совсем не обязательно идти и покупать себе 15 кистей. Большую, маленькую, там, крохотную и так далее. Этих одной кисточки более чем достаточно. Все зависит от нажима. Чем меньше мы жмем на кисть, тем тоньше она нам делает линии. Чем сильнее мы на нее жмем, тем, естественно, шире она нам будет рисовать. Вот. Здесь тоже мордочку немножечко подтеняю. Но очень так нежно. Водичкой размываю сразу, да, чтобы не было каких-то ярких таких... Главное, чтобы у меня здесь, ну, я, по крайней мере, не очень такие вещи люблю, жесткие границы какие-то появлялись. Поэтому я все стараюсь немножко так размывать и делать более акварельно. Здесь мордочка может быть посветлее, вот где у нас ушки, да. А вот в носике и тут, где глазки, может быть пооранжевее. Как будто бы меньше света попадает. И вот она может быть более, тут такая тоже мохнатенькая. И немножечко более ярко-оранжевая. Так, продолжаю. Тут лапка тоже у нас будет более там темно-оранжевенькая такая. Чуть-чуть можно ее посветлять. Чуть-чуть только. Вот так. Хорошо. Этим же цветом еще немножечко пройдемся по тельцу, по ноге вот здесь, да. Чуть объединим. Под листву прячу более такой темненький цвет. Так. Ну и по спинке тоже, да, чуточку здесь еще сделаем таких мазков ярких, чтобы она у нас была... Вся такая волосатая. Отлично. Сейчас сделаем цвет еще более темный, еще более такой насыщенный. Может быть даже ближе к коричневому. Только сейчас охрой немножко по пузику еще пройдусь. Вот чистую охру беру. Много водички. И вот здесь стараюсь еще раз пройтись по пузику, приглушить его. Иначе слишком, слишком светится. Вот так. Чтоб не так сильно светилось. И снова беру оранжевый, ну в смысле желтенький. Желтенький, красненький. То есть такой прям оранжевый делаем. Но чтобы он не был таким красным, я туда добавлю немножечко коричневого цвета. Будет более такой темный. Кирпичный цвет. Сейчас покажу. Коричневый. Немножко красного. Так. Ну и желтенький. Вот такой какой-то кирпичный цвет у нас получился. И вот таким более коричневым цветом сейчас пройдемся по нижним частям тела. Там, во-первых, вот здесь, например, да, прячется, ну как бы, под листву. Там лапки прячутся под листву. Так. Потом здесь задняя лапка тоже, она прям потемнее, если присмотреться к референсу. Но я не просто это кусочком делаю, да, а именно тоже такими шерстиночками я это все создаю, чтобы она была не просто темная как бы вся, а чуточку в объемчике таком. Так. Между лапкой и ногой. И вот вообще вокруг ножки у меня здесь такие могут идти решки более темного цвета. Туда под пузико тоже может заходить смело. Потому что здесь, ну, складочка, да, то есть здесь должно быть потемнее. Так. Где у нас еще должно быть потемнее? По лапке, пожалуй, тоже сделаю еще более темные оттенки. Вот здесь по шерсти. Локоточку. Вот сюда. Здесь немножко потемнее сделаем. На мордочке тоже. Здесь буквально парочку темных мазков. Ну, а вот так в целом лапка потемнее внизу. Смываю кисточку и немножечко делаю это более так местами бесформенно. На мордочке просто как бы тенюшка как будто бы лежит. Здесь более на мелкие полосочки развожу. То есть я не прям детально-детально все прорисовываю, каждую ворсиночку отдельно. Но при этом все равно создаю максимально такую реалистичную мохнатость. Чтобы она прям была у нас действительно вся из себя такая мохнатенькая наша белочка. Так, по ушке, по ушке, по ушку еще пройдусь. Вот здесь мне хочется более такой яркий цвет сделать. Вот в этой части ушка. Здесь по бортику она такая прям темненькая. Так, смываю кисточку и размываю немножечко водичкой. Так, ушко вот это прячется у нас за голову, поэтому оно прям может быть там потемнее. Отлично. Ну и в целом пока по телу белочки я бы и остановилась. Занялась сейчас ее хвостиком. Потому что в целом, ну вот так по глазику, по глазику говорю, по тельцу, мне кажется, мы даже и справились. Чуть-чуть вот здесь возле глазика добавляю тенюшечку, чтобы как-то так тоже создать эффект объемчика. Вот так. Все. По тельцу пока все. Сейчас займемся хвостом. В принципе, здесь абсолютно тот же принцип и прием. Единственное, что прямо вот возле тела у нас будет максимально темный цвет. Потому что создать тень, эффект тени нам нужно. Там такая прям получается складочка-складочка. Я сейчас намешала себе снова ярко-оранжевый цвет. И пока пройдусь ярко-оранжевым цветом по хвосту белочки. Вот в этой части можно прям наглухо закрашивать. А там, где у нас рыжинка выходит на наш фон, можно делать, ну не можно, а нужно делать именно вот эти же наши мазки. Такие хю-хю-хю. Причем изнутри наружу лучше выводить, чтобы они получались максимально с острыми кончиками. Эти шерстиночки. Тогда смотреться это будет более натурально. Все. Вот так сейчас заполняю хвостик. Заполняю. Хвост, 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 хвост. Так, тут сразу, да, пока у меня до конца не досохла тут краска и не въелась в бумагу, я заполняю тоже мазками. Изнутри стараюсь выводить наружу. Так оно будет смотреться более естественно, мило и красиво. Если в обратную сторону вести, мазок будет получаться совершенно другой. Ну то есть, либо вот такой мы делаем, да, либо вот такой. Если у нас так шерстинки будут заканчиваться, это будет некрасиво. Поэтому я стараюсь изнутри наружу вести. Можно взять черновичок, потренироваться. Это, наоборот, будет очень полезно. Прям даже, я бы сказала, похвально. Прежде чем красить саму нашу белочку, поэкспериментировать на черновичке. Так, здесь так. И продолжаем вот эти вот шерстиночки. Чем острее шерстинка выходит, тем лучше. Потому что если они будут выходить такими тупырками, обрезанными, это будет смотреться, ну, не очень. Как будто бы у нее хвост подстриженный. А нам-то нужно наоборот, чтобы у нее был пышненький хвост, а не подстриженный. Правильно? Вот так. Вот. Я повыводила, сделала пока такой легкий оранжевый цвет. Сейчас будем делать, как и с телом ее делали, более яркий оранжевый, такой более красный. А потом добавим вообще темненький, чуть ли не фиолетово-коричневый вот сюда, чтобы создать эффект более теневого оттенка. Итак, где у нас более ярко-оранжевый? Вот в этой части у нас идет, да, вот где-то вот здесь у нас такая шерстинка появляется. Выходит туда наверх. У меня еще не полностью подсох хвост. Мне это как раз таки нравится. Потому что местами, не везде, но в некоторых местах краски будут друг к дружку перетекать. И создавать нам нужные такие акварельные эффекты. Все. Заполняю, продолжаю заполнять хвост точно такими же движениями. Отлично. Хвост стал уже пышнее. Сейчас сделаю еще прям более красно-оранжевый. Прям практически чистый красный. Тоже подобавляю уже не так много, чтобы без перебора. Но вот в некоторых местах вот сюда пару шерстинок добавлю. Где-то вот здесь парочку. Так прям не видно даже. Такое у меня тут яркое-оранжевое. То есть вот сюда чуть-чуть добавим. Зато получится прям огненная белочка. Не сильно. То есть прям красным хвост ей делать, конечно, не нужно. Просто мы это делаем для того, чтобы максимально передать эту оранжевость. Оттеняем разными... Разными оттенками. Так. Ну а теперь я создам более такой коричневатый темный цвет. Добавлю коричневый к нашему красному. И даже добавлю фиолетовый. Цвет получится такой темно-бордовый. Красный с фиолетовым дает нам такой более бордовый цвет. Отлично. И уже вот этим цветом я пройдусь ближе к телу. Да. Вот именно в этой части хвоста. Чтобы создать тень. Потому что если присмотреться к референсу, здесь прям хорошо видно тень. Вот я прошла. Сейчас немножко вывожу этими шерстинками тоже. Чтобы у нас не просто появилась такая хоп и полоса коричневая. Нет. Это тоже должны быть какие-то шерстинки. Плавно. Появившиеся в нашем всем остальном цвете. Вот так. Здесь максимально темный цвет должен быть. Я прям побольше фиолетового беру. Прям возле шерстинки. Прям возле тела. Причем я тоже стараюсь немножечко как будто бы прорисовывать шерсть самого тела. То есть на тело немножко захожу острыми мазками. Тем самым создавая эффект мохнатой спинки. Так, чуть-чуть понежнее здесь переход. Он не был такой прям жесткий. Вот так. Пару тоже каких-то шерстинок. Внизу хвоста более темные шерстинки. Сверху хвоста будут естественно более светлые. Можно чуточку такого темного цвета еще вот сюда добавить. Чтобы создать эффект того, что здесь загибается и сюда мало света попадает. Вот в эту часть хвоста. А так в целом меня устраивает. Можно чуть-чуть темных мазков тоже вот сюда добавить. Буквально парочку. Для того, чтобы сама шерсть блестела. И было ощущение, что тут есть и яркий, и светлый. И так далее и тому подобное. Вот. Хвост получился максимально яркий. Сейчас я вижу, насколько вот этот кусочек головы блестит по сравнению со всем остальным телом. Поэтому я его смело сейчас закрашиваю. Убираю этот яркий, яркое белое пятнышко. То есть здесь все равно останется светло, но не такое яркое белое пятнышко будет. Чтобы не бросалось в глаза. Так. Внутри ушко. Нужно сделать потемнее. Вот наш коричневый с фиолетовым мне вполне подойдет. Вот здесь стоит сделать немножечко так потемнее. Там у нас ушная раковинка. Глазик у нас и так блестит. Его можно сильно темным не делать. Я бы, может быть, еще чуть-чуть вот тут внизу прошлась по лапке. И по пузику. Ну, не по пузику, а по задней лапке. Чтобы спрятать как будто бы больше под листву. Тенюшечку какую-то дополнительную создать. Но тут уже без перебора. Тут без перебора. Чтобы у нас, в общем-то, не сильно все затемнилось. Так, здесь чуточку размываю эту ушную раковинку. Такая небольшая, небольшая такая точечка фиолетово-коричневенькая у нас тут появилась. И сразу глубина ушка есть. Есть чем нашей белочке слышать. Здорово. Вкусный желудь. Мы тоже сделаем какого-нибудь такого охристо-коричневого цвета. Ну, вот, возможно, с такой фиолетовинкой даже стоит делать. Просто, чтобы он отличался по оттенку от нашей белочки. Поэтому вот, как раз коричневый с фиолетовым оттенком. Я вот легким полупрозрачным тоном раз заполнила. Тут два между лапок. Отлично. Ну и шляпка у нас может быть какая-нибудь вообще охристо-зеленая. Вот с нашим фоном вполне подходит. Опа. Смываю хорошенечко. Кисточку размываю. Такой блестящий, полупрозрачный. Какой-то такой желудь. Желудь. Сильно на лапки, да? Стараемся не заходить, чтобы ничего не попало на лапки. Так, ну, в целом, сама белочка у нас практически готова. По светлому вот этому месту хочется немножечко пройти с шерстиночкой. Поэтому можно взять охру более так насыщенно. И просто пару мазков сделать. Тоже именно шерсть прорисовать. Я не темнее здесь делаю, а скорее создаю здесь шерстинку. Так, отлично. Немножко в ушки даже почищу этот темный цвет. Уж слишком он темный получился. Так. Носичек чуть-чуть оранжевее, коричневее сделаем. Это уже совсем светлым светится. Сделаем более такой натуральный. Так, отлично. Ну и на переднем плане я еще сделаю темно-зеленые, какие-то такие коричнево-зеленые мазки, чтобы, ну, создать какую-то глубину зелени, чтобы не просто все наглухо... Ну, чтобы не однотонненько тут все было, а как будто бы какой-то объем есть, глубина. Так, как будто бы под листиками какая-то тенюшечка. Так, размываю водичкой. Не делаю таких жестких границ нигде. Абстрактный передний план у нас получился. Не очень такой прорисованный. Главное здесь белочка. Ну, можно, конечно, рисовать и более детально, но, опять-таки, да, надо в скетчинге иногда уметь отделять главное от не самого главного. То есть вот у меня главная белочка. Вот я ее и наметила. Все, белочка сейчас у меня подсохнет. Я возьму белый и черный линеры и немножечко доделаю детальки. Все, подсохла моя белочка, и я могу белой гелевой ручкой кое-где добавить детали. Например, если вдруг у нас тут вот замазались блики, то можно как раз сейчас эти все красоты добавить. Ну, например, тут в желуде можно, да, немножечко сделать его чуть-чуть с бликовинкой какой-то. В принципе, пройтись по шерстинке тоже можно. Вообще, белую гелевую ручку, там или линер, естественно, видно максимально хорошо на самых темных оттенках акварели. То есть где-то на ярких светлых оттенках ее видно сильно не будет. Поэтому вот где-то какие-то такие шерстиночки, где хочется добавить акцентов. Сильная тоже не перебарщиваем, потому что она у нас не должна ярко блестеть. Она у нас и так вся красненькая, красивенькая. Вот где-то тут на спинке может чуть больше мохнатых таких волосков появиться. Ну, точно так же штрихуем, как до этого линером делали, а до этого еще делали. А потом красочкой. То есть мы сейчас можем то же самое делать и в... Даже какие-то усечки, если они есть. По хвостику тоже можно немножечко пройти, создать какой-то такой легкий эффект. Блеска. Вообще самая лучшая белая гелевая ручка это Jelly Roll Sakura Firm. Мне кажется, вот она прям мой фаворит. Сейчас я пользуюсь какой-то Co-Link. Тоже неплохо, но все равно немножечко не тот эффект. Быстро ей не порисуешь, она как-то больше царапает. Прям добавляет белые вот такие всякие красивые эффекты. Ну, как дополнительный инструмент можно использовать. Так, по ушкам. Ну, вот какая-то такая интересная у нас получилась история. Так, точно так же тут вот по нашим этим зеленым листикам где-то можно сделать чуть посветлее. Ну, совсем плохо стала писать, как-то не знаю. То ли она забивается краской, то ли что. Ну, в общем, где-то можно немножечко белых бликов добавить на нашей этой зеленявке. Беру черную гельку. В принципе, по белочке мне так особо нигде и не надо ничего темнить. Мне кажется, здесь более чем достаточно. Немножечко затеняю желудь капельку. Так, и немножечко подштрихую еще вот эти вот зелени, листики. Просто сделаю чуть более контрастно. Отобью одни листики от других, чтобы у нас создался эффект глубины и объема. Сейчас кто-то лежит на ком-то, под кем-то. Какой-то листик сверху, какой-то снизу. Просто немножечко добавляю штриховки. Тем самым создаем дополнительные объемчики. Так. Где светло, там стараюсь не штриховать, а где вот потемнее, там можно подштриховывать. Вот получится как раз эффект тени. Так. Так. Чуть-чуть. Много тоже не надо. Перебор. Это тот момент, когда главное вовремя остановиться. Всегда своих учеников учу. Главное вовремя остановиться. Сама не всегда вовремя останавливаюсь. Поэтому. Ну вот, какая-то получилась такая более фактурная история переднего плана. Все, в общем-то, закончили с белочкой. Глазик готов. Все, лапки есть, шерстинки готовы. Ставим подпись. Ну что, твоя жизнь заиграла яркими красками? Уверена, этот день и этот рисунок тебе запомнится надолго. Продолжай в том же духе. Встретимся на следующем уроке. Всем арт! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»